Привет-привет! Сегодня я вам хочу показать свои недавние приобретения для скраббукинга, только на этот раз не сайт Алиэксперса, а из российских магазинов. Извините же за длинные рукава, у нас очень холодно, поэтому пришлось утеплиться. Начну, пожалуй, с чипборда. Это чипборд из студии скрабики. Я делаю у них заказ не первый раз, не сочтите за рекламу, просто у них большой выбор, адекватные цены, хорошее качество и я хочу с вами просто поделиться. Очень понравились мне вот такие магнолии, рамочки, детские надписи, вот такие веточки у меня были, еще надпись, рамочка с надписью. Причем именно по надписям я поняла, что лицевая сторона, по которой прожигают чипборд, вот эта, вернее лицевая получается сторона другая, прожигают по этой стороне, а лицевая, когда переворачиваешь, судя по надписям, поэтому чипборд весь беленький и чистенький. Наборы надписей, перышки, вот такие олежки, не успела я их использовать на Новый год, но зато вам покажу. Также в этот раз я заказала ножи, правда немного, всего два. Это вот такой ножичек от скраб френд, мне он понравился тем, что одним прокатом я получаю сразу 8 уголков для фото, к тому же эти уголки очень милые и изящные. Единственным минусом, возможно, будет то, что здесь очень-таки маленькие хвостики, их будет немного сложно приклеивать, но в принципе я видела, когда я покупала и знала, на что иду. И еще один нож, это нож Черешневый сад от Мимикат. С этим ножом первый раз я познакомилась, когда мне в подарок знакомая девочка положила вырубку из него. И так она мне понравилась, разлетелась у меня моментально, поэтому я решила заказать себе такой нож. Вот так выглядит вырубка, а так сам нож. Я очень люблю такие стильные немножко небрежные дизайны, поэтому уверена он у меня точно будет пользоваться успехом. Теперь расскажу немного подробнее о бумаге. Я заказала два набора от Мир. Один набор довольно-таки новый, это Козий Форест, а второй вот такой вот зимний. Это старый набор Ростик Винта, но я так давно его хотела, что все-таки заказала в этом году. Правда не успела использовать, так как он у меня пришел перед самым Новым Годом, но все равно хочу вам его показать хотя бы бегло, потому что он действительно красивый. Давайте поподробнее остановимся на новой коллекции. Сейчас я ее распечатаю и покажу вам по листу. Набор состоит из десяти двусторонних листов плотностью 190 грамм. Размер 30,5 на 30,5. Первый лист это вот такой вот темный лист с контрастными листочками. Вторая сторона у него такая, здесь мешковина. Здесь перышки, яйца в крапинку, очень хорошенькие, милые. А с обратной стороны как будто бы темная крафтовая бумага, на которой слегка проступает текст по виду газетный. И вот такой вот отпечаток листочков. Зеленые досочки, насыщенный красивый зеленый цвет и с этой стороны травка. Очень понравилась мне эта коллекция. У меня прямо руки чешутся ее порезать побыстрее. Но, честно говоря, не знаю, успею или нет взяться за альбом из этой бумаги, потому что у меня скоро следующий заказ, на который идут материалы. Но, если честно, очень-очень хочется сделать альбом какой-нибудь, возможно, свадебный в эко-стиле. Может быть, просто какой-то миник. Хотя, если честно, на миник мне жалко резать эту бумагу. А полноценный альбом, боюсь, не успею сделать. Такой вот очень интересный лист с линейкой. Здесь зеленые листочки. Ну, соответственно, раз бумага выкосили, то здесь везде листочки, бабочки, гербарии. Очень интересный тоже нежный лист с бабочками. А с этой стороны коричневые досочки. Но здесь не просто досочки, а тоже проглядывает так немножко белый текст. Листочки, ягодки. Следующий лист такой. Похож немножко на старинные зарисовки растений. А вторая сторона зеленая. Лист немножко напоминает по своему дизайну бумагу ручной работы. Такая же неровная окраска, вкрапление. Вот такой лист с одуванчиками, пижмой, еще какими-то непонятными для меня травками. Совсем я не ботаник. А здесь мешковина светлая. В набор входит вот такой вот лист с надписями. Надписи здесь на английском языке, но их очень много. Они на разном фоне. А здесь лист насыщенно зеленый. Еще лист вот с такими карточками. Карточки тоже в наборе на английском языке. Они разного размера. Такие вот маленькие, побольше, еще побольше, квадратные. То есть разные по форме, разные по дизайну. Очень интересно оформлены. С этой стороны тоже как будто мешковина, но потемнее. Из-за того, что в наборе карточки на английском языке, я заказала дополнительный лист с карточками на русском языке, потому что не всегда приемлем английский язык в альбоме. Кто-то его не любит. Поэтому вот я докупила отдельно еще лист с русскими надписями. Ну и также купила несколько дополнительных листочков, потому что одним набором, как правило, я не обхожусь. И вот такой маленький листочек с конвертами. Я почему-то думала, что это лист 30 на 30, конверты будут побольше, но вот ошиблась. Ну, в принципе, ничего страшного. В такие маленькие конвертики тоже можно найти, что положить. Также к этому набору я купила фишки. В наборе 4 штуки. Уберу пленку, чтобы она не отсвечивала. Вот так они выглядят. Здесь перышко, травка, еще листочки и надпись на английском языке. Всего в наборе 4 фишки. Хорошее качество печати и по стилю они мне нравятся. Также чипборд. Его я доставать не буду, потому что он выпадет и потом мне придется все на место опять вставлять. Но хочу сказать, что с чипбордом Scrap Mir я уже работала. Он очень плотный и очень нравится мне в работе, потому что хорошо так добавляет деталей. Здесь, смотрите, надписи в основном на русском языке. Вернее, не в основном, а вообще на русском языке. Видимо, есть еще на английском языке чипборд, но я выбрала на русском. Цветы, красота, мечты, любовь травами не лечится. Очень люблю эту фразу, особенно когда она на латыни. Здесь моя семья, погода в доме. То есть можно сделать семейный, например, альбом. Можно сделать, я думаю, свадебный альбом. Прекрасный чипборд. И высечки. Высечки я сейчас тоже открою, чтобы посмотреть, какие элементы входят в этот набор. Положу вот такой лист. Смотрите, высечек здесь очень много. Здесь стрекозки, бабочки, перышки. Причем так интересно, есть высечки, которые сделаны в таком коричневом цвете, черно-белый, как бы, но состаренные. Похожи на сепию. И в то же время есть цветные высечки, но они не слишком яркие. Хорошо подходят к бумаге. Выдержаны все в одном стиле. Смотрите, одуванчики. Вот есть стрекозка поменьше. Всякие травки. Ну вот, в целом можете представить, сколько тут элементов. Хотя я думаю, что, наверное, это написано. 45 штук, да, написано. То есть 45 высечек. Они такие довольно-таки плотненькие. То есть для украшения работы тоже замечательно подойдут. Теперь давайте я вам покажу вторую коллекцию. Конечно, эта коллекция давно известна. Многие, многие с ней работали. Я к Новому году успела только небольшие календарики сделать. Немножко порезала вот такой набор 20 на 20. Вот. Но этот у меня все равно останется, потому что я не теряю надежду, что когда-нибудь я сделаю из нее классный зимний альбом. Здесь тоже я взяла чипборд. В этом чипборде надписи как на русском, так и на английском языке. То есть, видите, здесь есть с Новым годом, Magic, Winter, в ожидании чуда. Есть просто без надписи. Чипборд, например, вот такая птичка. По качеству, как я уже говорила, чипборд у Скород Мира очень хороший. И по дизайну он мне тоже нравится. Не смогла я выбрать фишки, поэтому в этом случае я взяла и тот, и другой набор. Здесь надписи так же, как на английском, так и на русском языке. Причем вот в этом наборе обе на английском языке. А здесь Magic на английском. Тепло, радость, счастье на русском. Красивые фишки. Высечки. В этом наборе, так, я уже их использовала частично, 53 штуки. То есть еще больше. Давайте я достану, хотя бы покажу то, что у меня осталось, потому что осталось, в принципе, много чего. Зимнее настроение. Классный такой Олежка маленький. Такой олень. Это, видимо, вот отсюда. Кружочек, высечка. Снежинка. Конечно, сейчас это уже не актуально, но хотя, может быть, кто-то будет еще делать зимние альбомы, которые не обязательно же посвящены Новому году. Возможно, просто каким-то прогулкам по лесу. Такие вот надписи. Тепло, радость, счастье. Еще один олень в другую сторону. Magic. Еще снежинки. Надписи. Мне очень нравится, что здесь есть как довольно-таки крупные высечки, так и совсем-таки маляпуски. Звездочки. Все, я переворачивала, конечно, когда высыпала их. Вот такие вот тежики. Вот как раз-таки часть тегов я использовала. Вот такой еще. С Новым годом. Теплого Рождества. Ну, в общем, вот такие вот высечки. Конечно же, они хорошо подходят к бумаге, так как для этой коллекции они создавались. И давайте покажу вам бумагу по листам. Может быть, кто-то ее еще не видел. В этом наборе 10 листов. Это односторонняя бумага. Ее плотность 190 грамм. И размер 30,5 на 30,5. В принципе, стандартный размер из короб бумаги. Первый лист. Это вот такие вот звездочки. Причем он не то чтобы однотонный. У него как будто бы виньетка по краешкам. Поэтому он в серединке чуть посветлее. А по краям фон немножко темнее. Бумага плотная. Я бы даже сказала, что она больше 190 грамм. Ну, вот по плотности, да, она, в принципе, похожа на предыдущую коллекцию. Хорошая бумага и такая гладенькая, приятная. Следующий лист. Такие вот олени, как будто бы вязанный узор. Со звездочками, с елочками. Лист с белыми салфетками на крафтовом фоне. Снежинки. Такие вот беленькие кружочки разного размера. Похожие на падающий снег. Серые досочки. По краешкам тоже снежинки белые. Вот этот лист мне очень нравится. Вот на контрасте с ним можно сделать очень интересные композиции. Такой прямо темно-синий. И при этом цвет какой-то благородный, сдержанный. Классный лист. Коричневые досочки. Более традиционные. Здесь тоже снежинки. Лист вот с такими вот полосочками. Можно его целиком использовать как фоновые. Можно, например, разрезать на бордюры. И вот такой лист с карточками. Так же, как и на фишках и в чипборде, здесь надписи как на русском, так и на английском языке присутствуют. Так что можно будет подобрать для любой работы. Карточки все приблизительно одного размера, насколько я могу судить. И здесь еще вот такие вот маленькие вставочки, которые можно разрезать на флажки. Вот, собственно, и все, что я вам хотела показать сегодня. Надеюсь, что-то из этого вам приглянулось. Обзор был полезен. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.